Кроме зрелищных выступлений в небе и на воде, насыщенная была и деловая программа. С выставочными образцами участников ознакомились с министр промышленности Денис Мантуров и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Делегации презентовали последние разработки в авиастроении и робототехнике. Среди них система управления транспортными потоками «Умный город». С помощью нее в крупных городах можно избежать пробок. Камеры фиксируют трафик, компьютер анализирует данные и корректирует время работы светофоров. Такую систему уже внедрили в «Горячем ключе». Вениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность установки оборудования в краевой столице, где транспортный вопрос стоит особенно остро. Делаем динамическую модель движения города, анализируем движение потоки сейчас, проектируем, как перепроектировать, где-то одностороннее, где-то двустороннее, меняем схему движения общественного транспорта. Это для департамента транспорта, на вашу, огромная часть с точки зрения аналитики и принятия дальнейших решений. ОКО контроля в целом за жизненным циклом города. А сегодня мы его даем на ОКО различным ведомствам и структурам, которые подчас между собой не синхронизируются. А вот это ОКО позволит, в том числе, и их между собой все перевязать, синхронизировать и достичь результата. Здесь персонаж безопасный город с точки зрения вот того, что сейчас я увидел. Мы внедрим и создадим его таким уже современной логистикой контроля за тем, что за ним происходит. Конечно, мы, может быть, идем от сегодняшних пробок, которые носят уже угрожающий характер. Денису Мантурову и Вениамину Кондратьеву также показали разработки юных ученых. Это и модели беспилотников, очки виртуальной реальности и самодельные судна. По мнению Вениамина Кондратьева, за такими талантливыми ребятами будущее отечественного роботостроения. Уже после осмотра экспозиции министр промышленности страны и руководитель края обсудили перспективы развития регионального воздушного сообщения. На совещании рассмотрели вопросы создания внутреннего авиаперевозчика при поддержке Минпромторга.